Самая экзотическая аллергия, с которой вы встречали зрители, написали вот совершенно потрясающую историю про... Мне кажется, у меня самая романтическая аллергия. Врач сказал, на перхоть лошадей. Не могу ни покататься, ни покормить их, поэтому лошади у меня под запретом. Не на перхоть лошади. Есть аллерген у нас, мы же делаем пробы, и аллерген на перхоть лошади. В пробах есть перхоть лошадей, то есть настолько широкая. Самое интересное. Во-первых, эти люди, вот я сейчас немножечко перебью, эти люди, которые вот страдают, да, вот такой они в цирке, плохо им тяжело. Вот, особенно если дети придут, и вот что-то вдруг задыхаются, да, все, потом эти вакцины, которые готовятся на лошадиных, тоже могут дать реакцию такие пациенты, тоже могут быть. У женщины была аллергия на сперму мужа, на белок, развод по медицинским показаниям, да? Редчайший случай, никогда не слышала. Хотя это можно было бы, да, с этим справиться тоже, да. Ну, это было, знаете, в 80-е годы. Адаптировать, опять же, подобрав препарат, который будет приводить, ну, гомеостаз. Гомеостаз, то есть в равновесии организм. Ну, не можем же мы действительно... Как выяснилось, это аллергия, вот, жуткость. Ну, человек долго искал, долго искал, давали анализы, все прочее, и в конце концов головная боль, отреки, тошнота, и каждый раз она думает, да что со мной такое, а вот такая вот... И всегда после шикарной ночи с любимым мужем. Да, 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 да. Но это и факторы бесплодии могут играть большую роль, так сказать. Да, бесплодие может быть. Один из серьёзных моментов, да. Антитела могут даже вот к сперматозоидам мужа. А я бы хотела ещё, знаете, разочек уточнить, антиген всегда на подготовленную почву, на расшатанный скандалами, стрессами иммунитет.